Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Афанасьева Елена Владимировна. Здравствуйте, Елена Владимировна. Уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, что с Еленой Владимировной мы подняли такой, в общем-то, с моей точки зрения, нестандартный разговор о женском присутствии в русском-российском парламентаризме и конкретно в Государственной Думе. Елена Владимировна в прошлой телепередаче рассказала о том, как она стала депутатом Государственной Думы, что значит для молодой девушки, для начинающего парня, может быть, так сказать, занятие политической деятельностью, как нужно, в общем-то, вести себя в этой очень непростой сфере общественных отношений. Поэтому, если у кого-то возникнет желание, то просим обратиться вот к нашей предыдущей телепередаче. Здесь, вот в этот раз, Елена Владимировна, я бы хотел, чтобы вы не только, может быть, поделились о своих биографических моментах, но и вот мы с вами поговорили об участии того же женского парламентского корпуса в работе Государственной Думы. Вот сколько за прошлую сессию было принято законов, как в этом законотворческом процессе участвовал наш, как говорится, депутатский женский представитель? Вот какие вы видите проблемы с точки зрения дальнейшего, может быть, совершенствования законотворческого процесса? Вот те наши традиционные вопросы, но они используются в нашем образовательном процессе, и не только вот в истории политических учений, но и юристы наши следят, и парламентское право, масса дисциплин, на которые мы всегда обращаем внимание, и которые без практического участия нашего депутатского корпуса бывает иногда очень трудно определить. Это очень сложная работа, особенно тех людей, которые работают с законодательством, потому что отслеживать, ведь законы, это не просто написание целого документа разово, это внесение различных поправок, и вот эти люди, которые занимаются законодательством ежедневно, они должны отслеживать то, что приняли депутаты Государственной Думы, знать об этом, помнить об этом, посмотреть на это, и еще не допустить ошибок в своей работе, потому что они могут быть чреваты, например, трудовой кодекс, его постоянно нужно наблюдать для того, чтобы отдел кадров на предприятии не совершил какой-то ошибки, там, при приеме на работу, при увольнении, при повышении квалификации. То есть это очень сложная вообще работа, и мы должны, наверное, понимать этих людей, мы работники, да, которые оказывают нам такую помощь. Ну, отдел кадров, юристы, экономисты, от них очень многое зависит в нашей жизни, потому что мы, как обыкновенные люди, можем не знать всех тонкостей закона, а они их обязаны знать, чтобы не ухудшить наше моральное и материальное положение. Ну вот, что сделали депутаты за осеннюю сессию? То есть это первая сессия была новой Думы, которая рассмотрела 650 законов, в принципе, это среднее такое количество законов, которые рассматривает любая Дума в сессию, ну, от 400 и до 700, да. Большой такой разброс, но и законы бывают разные, и эта Дума в том числе сделала ставку на то, что она многие законы рассмотрела, которые лежали десятки лет, там и были законы 10 лет и 15 лет, которые не рассматривались, и, в принципе, уже даже потеряли свою актуальность, но просто так их в корзину выкинуть нельзя, их обязаны Думы рассмотреть, принять либо отклонить. Но, например, вот из этих 650 законов, 70 законов были депутаты фракции ЛДПР, то есть фракции, где я нахожусь. Как женщины, да, работают в Думе, активно работают, на мой взгляд? Ну вот, кто знает специфику работы в Государственной Думе, то у нас есть несколько стадий обсуждения законопроектов. Это одна из стадий, когда закон обсуждается в комитетах. Вот в комитетах наиболее активно работают женщины, на мой взгляд. То есть там идет свободная дискуссия. Там можно не только говорить про конкретный закон, а можно приводить примеры из жизни людей, почему этот закон нужно принимать или почему нельзя принимать. В принципе, такие примеры можно приводить и на заседание пленарном Государственной Думы. Но так как там время ограничено для дискуссии, например, для выступления по закону дается 10 минут. 10 минут. Оппонент-садокладчик тоже имеет 7 минут для выступления. Каждый из выступающих с места имеет по 3 минуты. Фракция один раз может выступить представитель до 10 минут. То есть все время ограничено время, поэтому не всегда есть возможность очень досконально обсудить законопроект с житейскими примерами. Это делается на комитетах. Там активнее работают женщины, безусловно. В зале пленарных заседаний все-таки активнее работают мужчины, но это связано только потому, что количество женщин меньше, а во-вторых, ограничено время, и в-третьих, фракция принимает решение, кто будет докладывать, кто будет выступать. То есть только вот этими рамками, не более того. Если бы сказали, выступаете все женщины, может, все бы женщины выступали. Ну, специфика просто такая. Какие законы? Да разные законы рассматривают. Рассматривают и социальные законы. Очень много законов, либо проектов, документов, постановлений, которые рассматривает Госдума, они вот связаны с событиями, которые происходят в стране. Вот опять же, да, фракция ЛДПР вносила заявление о поддержке Российской Православной Церкви. Безусловно, это заявление, этот документ, который... А что, нуждается церковь? Вообще, знаете, я считаю, что не столько нуждается церковь в поддержке, в защите, сколько мы сами люди, вообще все люди, независимо от нашего вероисповедания, уже нуждаемся в защите, в поддержке. Потому что есть выходки определенных людей, которые, ну, не может разделять большинство... Ну, вы имеете в виду все эти вот танцы, эти сатанические? Пусть и рай. Ну, может быть, да, в этой ситуации я тоже имею в виду. Ну, кстати, тоже, по-моему, девушки танцевали. Там танцевали девушки, молодые девушки. Я не понимаю, почему именно такую форму они вы... Мне интересно просто, вы как женский, как говорится, взгляд на эту проблему существует, наверное? Ну, наверное, у каждого свой, у меня просто есть свой взгляд на это. Девчонки сделали, на мой взгляд, гадость. Если вы хотите выразить что-то, политическое заявление какое-то сделать, его можно сделать абсолютно в другой форме, абсолютно в другой манере и абсолютно в другом месте. То есть я считаю, что это неприемлемо было делать то, что сделали они в Храме Христа Спасителя. Конечно. Потому что это унижает достоинства других людей. Если уж вы такие правдолюбкие, вот вам не нравится эта политическая власть, ну, пожалуйста, вы сделайте это на улице, я не знаю. В конце концов, вчера, сегодня целый день показывают, да, акт самосожжения инвалидов в Израиле. То есть люди выражают протест. Я не призываю кого-то там сжигать себя ни в коем случае. У нас вот тут тоже недавно сгорела в приемной «Единой России». Да, было такое. Женщина. Там ей где-то, она внесла вклад за квартиру, ей не дали эту квартиру, она пришла протестовать. Обманули. Ну, конечно, это дикость. Нет, это вообще, это даже не крайняя мера. И чиновники, и вообще вот, кто живет в стране и руководит, и ставит подписи, а чьи подписи зависит судьба человека, должны понимать, что это не крайняя мера сжечь себя. Но если такое состояние было допущено, этот чиновник должен быть наказан. Вот начальник этого округа, где произошел этот акт, он должен сидеть в тюрьме. Потому что, понимаете, у нас безразличие настолько сейчас высокое, что чиновники позволяют себе хамски обращаться с посетителем. Я просто очень много наблюдаю. Сейчас и по телевидению это показывает. Приходят люди, их просто отшивают. Их просто обманывают. Им дают неправильную информацию. Ведут себя вообще как маленькие царьки. И это все из-за того, что, конечно, безусловно, изменилось общество. Изменилось. Мы стали глухи, тупы к чужим проблемам. Нас стало интересовать больше личное материальное блага. А может в организации что-то? Вот я в свое время, будучи еще молодым человеком, работал в райкоме Комсомола, а потом в райкоме КПСС, вот на маленьких низких ступеньках. У нас тоже очень было, если так можно сказать, 90% служебного времени занимала работа с населением. Работа с конкретными людьми. Учеба вот этого будущего, это не говоря уже о том, что потом я дорос до ЦК КПСС, но я всегда, вот как заложили во мне в Комсомоле вот это отношение к простому человеку, я так и, как говорится, не позволял себе вот этого вот. Может быть сейчас вот у нас в связи с тем, что вот нет у нас ни молодежных, как говорится, организаций. Вот многие тоскуют о пионерах, это была прекрасная организация, понимаете ли. Вот можно сколько угодно там осуждать вожатых там и так далее, но в целом-то ведь это же замечательно было. Дети были предоставлены не сами себя, было организационное начало. Да, был коллектив. И так далее. Конечно. И так далее, понимаете. Вот это, особенно это касается русского этнического характера. Но мы все время коллективные такие люди. Да, и коллективные с одной стороны, а с другой стороны мы очень индивидуальные люди. Вот тот спор, который вели славянофилы и западники, если вы помните из университетского курса о том, кто же является русский человек. Державник, государственник, коллективист, вот, или же индивидуалист, анархист. Вот Михаил Афанасьевич Бакунин говорил, что русский человек это природный анархист. Понимаете? Ой, честно сказать. То есть, вот, организаторское начало, наверное, должно присутствовать в нашей жизни. Конечно, безусловно. Может, поэтому и чиновники все так ведут. Знаете, я хочу сказать, что, наверное, государство обязано даже принуждать к добру. Потому что, если не принуждать и не наказывать за злодеяние, то... Простите, это... Мы становимся анархистами. Это евангельский принцип принуждать. Да, принуждать к добру нужно, принуждать к хорошему отношению, принуждать людей к правильному поведению. Но мы уже просто за... Я вообще очень удивляюсь, почему за 20 лет произошло такое быстрое деградирование людей. Ведь мы 20 лет назад были другие. Все были другие. И мы, дети, были другие. Ну, молодые люди тогда, да. Наши родители были другие. Наши бабушки-девушки были другие. Наши преподаватели были другие. А что значит другие? Поясните. Вот я вспоминаю свою школу. Я помню свою школу, когда родители несли ответственность за всех детей в классе. То есть у нас был родительский комитет, который приходил домой, помогал. Сейчас есть это? Есть. Ну, вот, знаете, этот родительский комитет... Но ответственность родителей изменилась? Он собирает только деньги. Надо деньги на подарок. Надо деньги на подарок другому. А воспитательную работу не ведет? Его нет, да. Ее нету. То есть сейчас очень много конфликтов в классах. Раньше их гасили, в том числе с помощью родительского комитета, когда родители собирали всех, выясняли ситуацию. Ну, я просто это помню. Это было в моей жизни. Моя мама была в родительском комитете. Я помню отношения учителей к нам, когда мы, отличники, должны были помогать ребятам, которые учились хуже нас. За нами были закреплены эти ребята. Мы должны были с ними помогать, домашние задания делать. И пока он не сделает, он никуда не уходил. Сейчас ребенок предоставим сам себе. И если у него есть проблемы, то ему никто не помогает. Ему не помогает ни учитель, ему не помогает ни одноклассник. И нет организации той же самой пионерии, комсомола, который бы этого ребенка взял, пожурил, похолил, а потом бы сказал, вот тебе в наказание наставник, вот он с тобой будет заниматься. Ведь раньше так было. И это необходимо было, чтобы человек чувствовал. Особенно ребенок, ему важно чувствовать, что он защищен. Понимаете, он должен понимать, что если от него государство требует служить в армии, отдать долг свой, то почему государство им не занималось 18 лет? Почему оно не защищало, не принуждало его к учебе? И это мы тоже должны делать. Мы не все хотим учиться. Вообще, вот с точки зрения, я ни в коей мере не хочу никого здесь ограничить, но вот этот женский взгляд на общественное развитие, с моей точки зрения, напомнил такую вещь, что фактически произошло, ну как бы мы отказались от лучших коллективистских традиций нашего советского, как говорится, прошлого, советской цивилизации. А Запад, в том числе и Восток, воспринял вот эти наработки наши. Ведь что греха-то ведь, вот вы говорили в прошлой передаче, что посетили Швецию. Что такое шведский социализм? Шведский социализм, это типично советская система. Она взята у нас в сети. Кто не работает, тот не ест, значит, вот все эти распределения, поддержка. И то, о чем сейчас вы говорите, вот в западной школе внедряется самым, если так можно сказать, административнейшим образом. Да вы что, там дети, это первое, что вообще надежда государства, там дети обихаживаются, имеют все эти льготы, гарантии государственные. То есть там ребенка учат и воспитывают. У нас ребенка не воспитывают в школе вообще, и сказать, что учат, это на сегодняшний день очень, наверное, серьезное было бы заявление сказать, что наша школа учит. В чем причина, на ваш взгляд, Елена Владимировна? Вот я знаю, вы много занимались законодательным оформлением усыновления детей, вы занимались, так сказать, вопросами, связанными с принятием различных школьных программ. Вот у вас есть здесь определенный законодательный, не только жизненный опыт. Что, на ваш взгляд, мешает нам в какой-то степени изменить ситуацию? И, наверное, первый вопрос, прежде чем изменить ситуацию, а понимает ли это сама школа? Вот я недавно с ужасом, по-другому сказать не могу, просмотрел результаты съезда учителей. За что выступили учителя? Съезд учителей, если я не ошибаюсь, поправьте меня сегодня. Совещание. Отменить стандарты обучения, которые принял Министерство образования. Ну и не идиотизм ли это? Значит, получается так, школьное сообщество само по себе, чиновничье сообщество само по себе. Ну, примерно так, да, примерно так. И товарищ Фурсенко, как говорится, из одного кресла пересел в другое, может быть, даже более высокое кресло, и продолжает влиять на это дело. Вот мне иногда это отороп берет. Знаете, во-первых, сейчас ребенку очень трудно ориентироваться в школе, и я думаю, что родителю тоже трудно. Различное количество программ, различное количество учебников, это никуда не ушло. Вот кто имеет детей школьников, они все понимают, что если ты точно не купил учебники, которые тебе обозначили, и может быть автор чуть там с другой буквой фамилия, то это точно не тот учебник. Тебе его нужно будет покупать. Знаете, я была удивлена хамству, опять же, вот, насколько наши чиновники лживы. В Оренбургской области в том году министр образования заявляет, что все школы на 100% обеспечены учебниками. У меня ребенок учится в Оренбургской области. Первый, кто об этом заговорил, естественно, депутат Государственной Думы, который пошел и купил учебники. И говорит, ребята, извините, вы делаете заявление одно, я в это время 6 тысяч трачу на учебники, но это я депутат Государственной Думы. А если это обыкновенный колхозник, а если это обыкновенный врач, а если это обыкновенный учитель, я не знаю, любой другой профессии на ребенка. Только на один год обучения. А если их двое, представляете? То есть лживость чиновников и безнаказанность за эту лживость, она как раз приводит к тому, что вся структура начинает работать вот так. Как работает наша школа? Видя, как работает их министр, он может солгать, ему за это ничего не будет. Что они делают? Они говорят, да у нас все эти уроки бесплатные. Только они устраивают, вот понимаете, доходят до того, что специально ребенком не занимаются, чтобы его родители платили за дополнительные занятия. Причем родители платят за эти дополнительные занятия наличными деньгами. Урок стоит 250-400 рублей в зависимости от школы, в зависимости от желания учителя. В конце у меня были случаи, и ко мне приходят люди, рассказывают и жалуются, говорят, хорошо, мы платили в школу официально необходимые деньги, мы платили неофициально учителю. В результате в конце четверти тройка. Получается, что нас специально провоцируют на то, чтобы мы платили постоянно за какие-то предметы дополнительные. Это неофициальная форма взятки учителю. Но он эту взятку не отрабатывает. То есть он не ставит там четверку, пятерку, либо он, значит, плохой учитель, раз он не может даже за деньги научить ребенка. Это все зависит, по-моему, от самого личного человека. И пенять на то, что государство где-то не дорабатывается, согласно Фурсенко, виноват. Именно он такую систему вседозволенности принес в эту школу. Именно он разрешил вот эти скрытые взятки, дополнительные занятия. Заплатите в школу тогда деньги, если уж вы даете дополнительные занятия, официальный платеж в школу. Нет, надо наличными. Но человек сам себя делает, и учитель делает сам себя. К сожалению, вот такие учителя, которые ведут себя подобным образом, дают плохой пример нашим детям. Наши дети это видят и считают, что такая жизнь, что надо так делать. И в старости эти учителя получат вот таких плохих учеников, которые, может быть, будут учить их внуков и правнуков. Это же вот такой цикличный процесс. Мы закладываем все это в наших детей. То есть фильм «Большая перемена» это не только ностальгия по советскому прошлому, но это и ностальгия по нормально организованному учебному процессу. И по нормальным людям. По нормальным людям, которые этим учебным процессом занимались, которые переживали за этот учебный процесс. Я всегда говорю, вот они говорят, у нас маленькая зарплата. В разных школах они разные. Я тут была с одними учителями, разговаривала с Москвы. То есть слышала такую фразу, 40 тысяч зарплаты, да я не пойду на нее работать. Это учитель московской школы. Другую фразу слышала, что из Оренбургской школы, то есть 20 тысяч зарплата, ну еще 20 тысяч так заработаю. Так это дополнительные уроки. Но когда я им задаю вопрос, ребята, ну вы же согласились на зарплату в 20 тысяч рублей. Да. 7-8, то есть вы продали себя за эту сумму. Почему вы считаете, что государство вам должно платить больше только из-за того, что вы уже приступили к работе? Вы же себя продали за эту сумму, продали. Вы заключили договор своего рода. Да. Вы не можете выполнять свои обязанности честно. Уходите, переквалифицируйтесь, идите в другую профессию. Но калечить детей с детства нельзя. А сколько сейчас не хватает вакансий? Да много не хватает. Много не хватает, понимаете? Много не хватает, так еще и не устроишься на работу. Они же сидят на 3-4 ставки. У нас может историю, рисование и музыку, по-моему, преподавать одиночники. Отсюда и качество. Конечно. Но как можно быть музыкантом? Это масса талантов. Но я просто сама работала в школе. Я работала в то время, когда учебных пособий никаких не было. Ну, не было в магазинах ничего. В 90-е годы. Да, вообще ничего невозможно было купить, даже при наличии денег. И я помню, как мои родственники плакали. Я вечером приходила домой, у меня были еще все классы. С 4 по 11 история общества знания и регионоведения. Потому что не было преподавателей. Я приходила домой, муж у меня с мамой писали карточки. Папа, так как он умел рисовать, он рисовал мне картинки из какой-нибудь нашей книжки дома. И всякие схемы рисовал большие. Это огромный труд учить. Да, я согласен. Если этого не делать, а только прийти и зарабатывать, ну, как многие говорят, что мало платят, нужно заработать, подработать. Я понимаю все наши желания. Но мы, учителя, вот мы, учителя, особенно должны понимать, что это желания отражаются на нашем личном даже будущем. Елена Владимировна, оценка парламентария прогнозов предвыборных обещаний президента Путина насчет... О, это будет все сложно. Все сложно будет, да? Это будет все сложно. То есть мы к 20-му году сможем достичь тех, как говорится, результатов, о которых говорил Владимир Владимирович, когда избирался на пост президента? Или это все, как говорится, одно дело выборы, другое дело жизнь? Знаете, если вы внимательно следили за этими выборами в Госдуму еще, Госдума и президентские, мы все помним, как очень много появлялось материалов о том, что Единая Россия в 2000 году обещала. Что в 2002 году у каждого будет квартира. Вспомните их, вот эти заобла. Они же программу даже выпустили. Но потом они очень резко отказались, сказали, да вы что, откуда этот документ появился, мы не знаем. Это был вообще чуть ли не черновик того, что мы хотели, но мы и не запустили же это в программу. Поэтому я думаю, что с нами в очередной раз могут поступить точно так же, сказать, что ребята, это был черновик. Я думала, что так можно сделать и пытался это сделать, но не все в моих руках. Хотя очень многое в руках президента в Российской Федерации. Очень многое. Жизнь людей отдельных зависит от его мнения, от его желания наказателя одобрить. У нас мы до сих пор управляемся, к сожалению, вот у нас есть это телефонное право, да, хотя это вообще уже неприемлемо для демократических стран. Ну, во всем мире это есть. Почему мы только на себя это меряем? Ну, а у нас мне кажется, я не знаю, может быть, у нас особенно это выражено. Мы больше, более эмоционально реагируем? Может быть. Возможно. Может быть, согласны. Хотя везде, где бы я ни был, вот я по миру попутешествовал по многому, везде одно и то же практически тут. Но мы и прощаем очень многое. Нас обманули, а мы прощаем. Вот это да. Нас опять власть обманула, мы опять простили. Ведь, посмотрите, всю страну кинули с этими книжками, да, сберегательными. Всю страну кинули, затронули все слои населения. Где гарантия, что сейчас то же самое не будет с пенсионными деньгами? Ведь никто до сих пор не видел текста, официального текста, который подала Голикова, еще президенту Медведеву, еще премьеру Путину о пенсионной реформе. Я думаю, мы об этом поговорим конкретно и более подробно в другой передаче. Уважаемые коллеги, на этом мы заканчиваем наш разговор сегодняшний. Просим обратить ваше внимание на те вопросы, которые здесь подняла депутат Афанасьева. Я имею в виду школьное образование, я имею в виду те проблемы, которые связаны с эффективностью нашей общественной жизни, возрождением коллективистских форм не только труда, но и общения. Ждем ваших откликов. Благодарим за внимание. До свидания.